Сегодня опять был ливень, ни рыбалки, ни копалки, но все же на часик я выбрался. И вот в этом непонятном месте, непонятной лужей, выпал сигнальчик. Непонятно какой, но монетка вот. И это опять две копейки. На помойке хорошо тренироваться, потому что выбрать среди говна нужный сигнал очень сложно. Продолжение следует... Копаю. Продолжение следует... И это крестик. Материал не знаю, но приятная находка. Я вышел я тут вечерком после работы копнуть на часик и опять гильзы от ТТ. Что они здесь делают? Рыбалки нет, копалка вся заросла. Но все равно как-то грустновато сидеть дома. Собственно, я не сижу. И в это заросшее поле я вышел чуть-чуть копнуть, так сказать, на часик после работы. Плюс 28, плюс 30. Копаю. Так, посмотрим, что у нас здесь интересного. Так. 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 Угу. Так. 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 Приск. Монетка. Сейчас я посмотрю кто это такая. Самое то поразительное то, что я весной это место прошел, точнее, проходил в течении, наверное, недель-двух. Каждый день вот так через часик. и удивительно что этот сигнал я прошел потому что он был ни на что не похож сейчас я попробую отмыть и посмотреть номинал и сегодняшним вечерним кладом оказались три копейки 81 года вот такая вот красавица в общем пришлось уйти с этого небольшого поля который я окучивал всю эту весну и уйти просто в лес потому что там копать просто невозможно и буквально пройдя 50 метров по голому лесу кстати вот собственно как выглядит просто лес вот просто лес и все но сосновый и чистая земля с песком плюс 24 думать нечего копаю бинго это монетка сейчас попробую ее чуть-чуть поширкать и свет включу а кто это это копеечка 56 год красавица вот такая вот и красивая копеечка попалась 20 копеечка и троечок плюс 19 плюс 2 странный сигнальчик именно поэтому я его и выкупаю и и Смотрите продолжение в следующей серии. Сейчас фонарик уберу и не монетка вовсе, а это в советское время были такие стержни для ручек, импортные, хорошие, жирные. И вот, собственно, этот самый советский стерженечек, дефицитный. Все хотели писать красиво, но не особо было чем. Многие зададутся вопросом, почему ночью? Потому что днем плюс 30 копать невозможно. Продолжение поиска в этом замечательном лесу на часик после работы. Плюс 17, плюс 15. Вот такой у меня здесь лес. И вот такой у меня сигнальчик. Ну, в общем, думать нечего, копаю. Ох ты! Ох ты! И это копеечка советская. Вот только это, скорее всего, после шестидесятницы. Вот какой год комары заедают. Август. Второе августа, день десантника. Комары заедают. Шестьдесят второй год проспатривается. Копеечка. Замечательная копеечка. Обязательно ее восстановлю. Комарексы просто одолели. Итак, каким образом эта копеечка попала сюда? Вот в этом месте кто-то решил выпить. И вот она пробка. Возможно, здесь был костер. А возможно, кто-то и присел. Таким образом, эта копеечка оказалась здесь. Какова вероятность нахождения любого предмета на таком пространстве? Просто удивительно. Я на часик после работы. В этом замечательном лесу проверяю вот эту замечательную тропинку на предмет, сколько же ей может быть лет. Сигнальчик ровно сорок. На поверхности. Прямо как на море. Я даже копать не буду. Потому что... А вот и клад. Сейчас перчаточки надену. На таких тропиночках, утрамбованных, как минимум за 50 лет, практически ни один предмет не попадает глубже, чем на... Не знаю, даже на один сантиметр не уходит. Монетки. Как на пляже. Такс. И это... Пять копеек... 61-й год. Красавица. Отмою. Будет красивой. Сказочная тропинка. Между фольгой и одной копейкой на поверхности. Вот под этим или в этом мху находится объект. И так как он находится прямо на корнях, соответственно, я копать не буду. А я сейчас надену вот свои перчаточки и вот этот мох приподниму. А вот и кладку. Оп. Это монетка... А кто же это такая? 1961-й год. Блин. Ну не 10 копеек. Сейчас мы... О! Пятнашечка. 61-й год. Давнёхонько ты здесь лежишь. Плюс 70. На тропинке. В общем, думать, нечего копаю. Так. Сейчас мы посмотрим, чего здесь такое. Зарыто. Тоже на поверхности сигнальчик. Лежит. И интересно, кто это такой. 70. Блин, какие-то, блядь, мухи, жуки летают. Закалёбли. Так. Так, всё мы что ли собрали-то? Чё тут ещё? Вот это... Так. И это... Сейчас мы её почистим. Советская алюминиевая пуговица. Вот такая вот пуговица. И, по-моему, на ней написано то ли 5 копеек, то ли 10 копеек. В коллекцию. А здесь уже ходили. И даже вот кто-то оставил современную монетку. Но две остальных и пуговицу забрал я. И это означает, что... Наверное, это был профессионал. Уже довольно-таки темно. И снимать, наверное, практически бесполезно. Но на 15-сантиметровой глубине вот в такой вот ямочке лежала вот такая симпатичная 2 копейки. Правда, дату я никак не могу разглядеть. Но, скорее всего, до шестидесятницы. Да, точно. Но, к сожалению, уже так темно, что я не могу разобрать даты. Так что, сегодняшний поход с конкурентом со счетом 3-0. Да, забыл показать местность. Вот ямка. И вот лес. Вот так вот. Интересно все-таки, что это за монетка какого года. И это 2 копейки 56-й год. Пуля-загадка. Возраст ее понять сложно. Может быть, это не пуля, но свинец. Я вот ее немножечко корябнул лопаткой. А вот эти зазубренные это уже не мое. Есть специалисты, чтобы могли хотя бы намек дать, что за возраст, когда, куда, откуда, где. А засечки-то на пули искусственные. Значит, все-таки это пуля. Вопрос ее возраст. Здесь никаких боевых действий после 1600-х годов не было. А копать-то, в общем-то, глубоко не пришлось. Предмет сухой, лежит наружу. Вот, судя по просматриваемому образку, это, скорее всего, нательная иконка была. Но вот только время ее съело. Всю картинку съело. Ну вот, немножечко подмуслявив, проступает какая-то картинка. Скорее всего, вот Божья Матерь с этой стороны. А здесь, а здесь, ну, наверное, Иисус, скорее всего. Иконка была. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok